Меня зовут Дмитрий Гритц, я адвокат, и я сегодня буду с вами говорить о правовом грамоте личных финансов, чтобы понимали, сразу же, когда он закончит, я сразу же скажу. Моя лекция займет примерно полтора часа. То есть, если сейчас 16.11, то 17.41, точно вы можете встать и уйти, если с этого закончил я ездил. Но в целом, я не знаю, сколько это будет длиться в нашей встрече, потому что вы можете задавать вопросы, вы можете их комментировать. Здесь такая, знаете, будет очень рабочая обстановка. Я такой спикер, которому не мешает, в общем, взаимодействие с залом. Вы можете говорить с места, это не право, это не так, и все по диплому. Это все обсуждаем, в этом всем порядке. Знаете, я не первый раз выступаю, ну, совсем не первый раз выступаю перед студенческой аудиторией, и всегда очень живо воспринимаются любые правовые лекции. Единственное, тут такая штука. Почему я с вами сегодня обсуждал, ну, типа, где вы сталкивались с законом, с правом, или там, с правоотношениями каким-то, чтобы вы просто примеряли на себя. То есть, сегодня такая суперпрактическая встреча. Я сегодня буду говорить о финансах. Это будут всякие кредиты, будут займы, будут даже немножечко витков. В общем, мы пообщаемся на разные темы, но просто пытайтесь, в общем, применить их к себе и записать какие-то мысли, как вы можете использовать те или иные знания. Но прежде, чем мы начнем, я хотел бы задать вам достаточно серьезный вопрос. И так как вопрос будет серьезный, то приз тоже будет серьезный. И вот тут одно очень важное правило, что мы с места не вытвикиваем. То есть, я задам вам вопрос, вы поднимаете руку, я спрашиваю вас, если вы правильно отвечаете, вы получаете серьезный вопрос, серьезный приз. Вы поняли правило? Это очень важное правило. Скажите, пожалуйста, когда, это, ну, и да, второе правило, пожалуйста, не вытвикивать. То есть, я не смогу это поверить, я это понимаю, но давайте мы по чесноку, как бы сейчас, мы за серьезный приз поборемся на рану. Когда, точная дата, была принята Конституция Российской Федерации. Есть первая рука, вот здесь есть вторая рука, если друг будет неправильно, вот там есть третья рука. Так, да, точную дату, я же вам сказал, что вы 20-й век не назвали. 21-й декабря. Пока минимум, есть вторая рука. 12-й декабря, и наступили. Отлично, давайте поаплодируем. Серьезный вопрос, серьезный приз. Как вас зовут? Маргарита. Очень приятно, Маргарита, меня зовут Дима. Знаете, первое и такое очень важное правило, которое я вам хотел донести, не следует додумывать на скрипционное положение договора в свою пользу. Если вам кажется, что в банке, в экономической организации, где угодно, что-то как бы пойдет в вашу пользу, но это вдруг не закреплено в письменном договоре, и вы это не видите вот как подтверждение, то этого не будет. То есть, если какой-то молодой человек говорит, что он будет серьезный приз, и Глентом держит что-то в руках, это не означает, что то, что в руках, это и будет серьезным призом. Я сказал, повторю свою фразу, теперь смотрите, ничего у меня нет в руках. У меня для вас есть серьезный вопрос. Но так как вопрос серьезный, то и приз будет тоже серьезный. И есть главное правило. Вы можете отлучать только вы поднятые руки и не выкидывать средства. Видите, когда я ничего не показываю, то вы не додумываете о том, какой будет приз. Серьезный, ну, в смысле, как он выглядит. И поэтому, это очень важный момент. То есть, большинство людей, например, которые покупают в кредит, они, видя предмет, тот товар, который преодолели, у них все, как бы, знаете, как у Альфа, в общем, а дальше все как в тумане. То есть, как бы, они додумывают условия договора, что, вероятнее всего, этот договор потребительского кредита, например, он будет, как бы, в мою пользу. Ну, почему нет? Ну, я же нормальный. В общем, я знаю, вот, когда... Давайте по поводу Конституции как запомнить. Вы знаете, есть... Это 12 декабря 1993 года, правильный ответ. А 93, это в сумме тоже 12. Поэтому получается как 12, 12 и в сумме тоже 12. Вы, хоп, и полезное знание обидеться сегодня, да? Классно, хоть одно. И я к вам абсолютно серьезно обращаюсь. Это такая... Могрид, я нисколько не хотел вас, естественно, обидеть. Вы молодец. И Конституция в схемах, мне кажется, достойный подарок человеку, который знает, когда он принято. Да, и поэтому, пожалуйста, зафиксируйте себе, что если... Ну, знаете, вообще есть, как бы, договор, любой договор, любая договоренность, реально состоит из трех частей. Письменная часть, это то, что написано на бумажке, и вы это читаете, и как бы осознаете, что там написано. Есть устная часть. Это знаете что? Это когда вам менеджер говорит... Вы говорите, а что вот это за штраф в миллион, за то, что там я проспошил на один день? И менеджер вам говорит, ай, это не применяется, забейте. То есть это какое-то устное дополнение к письменной части, которое не закреплено в договоре. И его не будет. Это важно понимать. То есть, я уже всегда могу подписывать этот договор. Важно, что вот этой устной части не будет, потому что менеджер сменится, умрет, родит, он куда-то исчезнет, и, в общем, будет применяться тот письменный договор, который вы подписали. Есть еще третья часть, это неозвученная часть. Это когда каждый из сторон, ничего, ну, кто-то не спросили, но каждый подумал про свое. И он думает, ну, конечно, что, я все могу возвращать, например, ну, как-то я... Ну, например, вы взяли кредит и не спросили, как вы можете гасить этот кредит. А потом приходите в банк, и оказывается, что с каждого платежа вы еще 5% платите какой-то там комиссии. И это вот такая пример неозвученная часть. Вы такие думаете, нифига себе, а что это, откуда эти 5%? Но, такова реальность. Вы действительно будете должны заплатить 5%, потому что вы имени спросили, там, в определенном моменте. Понятная эта мысль? Правда, думаю. Хорошо. Сейчас мы поговорим с вами о финансах студента. В целом, в рамках финансов студентов вы можете играть две роли. Первая роль, вы... Вы можете... Кем вы можете быть в целом, как бы, в отношении финансов? Вы можете быть должником, а можете быть кредитором, там, инвестором и прочим. То есть, тот, кто берет деньги, и тот, кто дает деньги. Давайте небольшой социологический, правильно, да, говорю, опрос. Можно без поднятия руки, не знаю, вы можете там... Давайте... Мы тоже подбешивали лектор, который... Ну, не лектор, а спинник, который говорит, подняйте руку, где я, кто... Вот это вот, да. Давайте вы попарьте сухни. В случае, если вы предполагаете, что вы в жизни будете должником. Сухни, попарьте, пожалуйста. Отлично. Да, это те люди, которые предполагают, что могут взять займ у банка или у какого-то физического лица. На самом деле, это не ничего плохого. Мне кажется, что люди, которые умело обращаются с кредитами, с кредитными картами, они красавчики, я им очень завидую. В этом смысле у меня финансовая градусов абсолютно нулевая стола совсем, но я им надо завидовать. Те, кто умеют... Те, это неплохо жить на... Ну или там строить бизнес, развивать какой-то проект на чужие деньги. Это неплохо. Это верх мастерства. Когда вы пользуетесь чужими деньгами, вовремя их возвращаете, вы молодец, и еще прибыль забираете себе. Это классно. Вы не вложили свои деньги, вы при этом не видите какие-то чужие деньги. Хорошо. Стукните по парту те, кто предполагает, что они могут быть кредиторами, инвесторами, те, кто дают деньги, долг и так далее. Хорошо. Поувереннее. У нас правда крыло совсем. Вы вообще не про деньги, да? Вы кредитор? Хорошо. Есть те из вас, кому кажется, что кредитором будет лучше, чем должником? Есть такие люди, кто считает так? Почему вы так считаете? Потому что кредитор, потому что кредитор, в итоге, забирает свои деньги, то есть он временно их отдает, а потом получит свое, может даже еще чуть-чуть сверху. Так. А должник что? Он берет чужие деньги, как-то пользуется, ну и потом возвращает. Может, тогда заблочишь, а можно ли возвращать вовсе? Там по-равному может быть. Ну, если я просто вам не верну, то у вас будет 60%. Вот. Если маньяк взять деньги, то он будет влазить во все больше и больше долг. Ну, я вас ни в коем случае не призываю, будет такими занятными должниками и обмазляться, но в конечном итоге он просто обработается, и все, почему не случится. Ну, будет небоизмой, там, за границу 3 года, директорами сможет быть, ну, Крыму будет, как хочу. То есть я в чему говорю? На самом деле нет, с моей точки зрения, нет однозначного ответа, что лучше быть кредитором или должником. Мне кажется, что умело управление надегами и там и там выгодно. Поэтому я сейчас буду рассказывать сначала, по-моему, на то, когда вы должны, когда вы будете брать кредит в банке. Я сейчас расскажу про некоторые особенности кредита, просто для того, чтобы вас банк не обманул. То есть результатом сегодняшней нашей встречи у вас есть некий набор правил, которые, если в банковской работе начинает какую-то говорить ерунду, вы говорите ему, слушай, ну, это же вот так, а не так. Понятна мысль? Хорошо. Про потребительский кредит. Ну, вообще мы будем говорить о трех вещах в той роли, когда вы должны. Это ВДВС и кредит, это микрофинансовые организации и это ипотека. Скажите, у кого родственники, родители, братья, сёстры взяли в ипотеку, сейчас находятся в ипотеке? Есть такие? А есть уже 8. Хорошо. Да, вы молодцы, вы одни из немногих. Кто ещё при жизни это сделал, это классно. Это правда, уголок. Да, это супер. То есть вы как-то сталкивались с этим. Я правильно понимаю, что никто из вас не является ипотечным заёмщиком? Ставь, спасибо. Ну, я просто вижу счастливые лица, поэтому, вероятно, сегодня нет. Да, я не могу. Хорошо. Хорошо. Итак, а микрофинансовая организация есть те, кто нравится? Ну ладно, не стесняйтесь. А кто вообще никогда не слышал, что такое микрофинансовая организация? Отлично. Я вам скажу. Знаете, что это такое? Это вот, типа, возьми две кучки до получки. Вот, ну, компании, которые предлагают какие-то быстрые деньги под огромный процент в месяц, например. То есть они говорят, 25% там. Вот тебе 25% за именно месяц. Но 25% за месяц, это 300, если я не ошибаюсь, да, если я на 12 умножить, поправьте меня, если не так. Да, мне кажется, 300% в год. Это много. Ну, конечно, микрофинансовая организация это не банки. Это такие компании, которые занимают немного денег на небольшой срок под огромный процент. Просто вот называется типа до заплаты как-то там, я не знаю, переполучить деньги или так. А кто брал за потребительский кредит? Отлично. Это тоже хорошо. Кто не знает, что это потребительский кредит? Хорошо. Термический кредит это когда просто деньги берутся в банке под там, ну, какой-то некий процент и он может быть целевым, а может быть не целевым. То есть вы можете, не знаю, купить телефон в кредит. А кто не телефон в кредит покупал? Таких нет. Это хорошо. Ну, или такие не создаются, да? Они сидят за моблиотой. Я не знаю, что это кредит. И вот это потребительский кредит. То есть когда вы берете деньги на какую-то, просто какую-то покупку, это потребительский кредит. И если это какая-то конкретная покупка, это целевой кредит. Если это неконкретная покупка, то это sostенье либо кредит. Первое. Потребительский кредит можно выдавать только банку, у которого есть лицензия ЦБН. Второе. На первой странице этого договора должна быть такая черная рамка, в которой написан полный процент, так называемая полная стоимость кредита, поискать. И в ней есть все комиссии, все там какие-то скрытые платежи. Это появилось совсем недавно, это очень крутая штука. То есть как раньше происходило. Выбрали кредит типа под 12% в год. А дальше, если листать текст договора, то там высвечивается как бы еще комиссия 3% за выдачу кредита, 5% за обработку кредита, еще что-то, потом страхование, потом еще какая-то комиссия. В итоге, оказывается, не 12%, а там 26%. Это не очень приятная штука, согласны? Да. Так, ладно, давайте так. А кто из здесь технари? Хорошо. Хорошо. Те, кто не технари, все понимают, что 26% больше, чем 12%? Все, я сейчас технари посмеюсь, этот гуманитарий. Я знаю, я знаю. Но я тоже учился в техническом кузе, я заканчивал мифи в факультет кибернетики, и мы тоже смеялись над гуманитарией, и все в порядке. Мне кажется, самая смешная шутка про олимпиаду по математике и пара олимпиаду по математике. Ну типа гуманитарий можно направлять на пара олимпиаду по математику и восхищаться их мужеством. Знаете, почему я могу шутить над гуманитарией? Потому что я еще и гуманитарий. То есть у меня второй выше Московской государственной юридической академии имени Путафина. Это прям верх гуманитарной науки. Поэтому, простите, я как бы в обоих лагерях, я могу и над теми, и над теми, в общем, не уезжайте. Я над собой. Я просто, ну, сказал, типа, было 12, стало больше 6. Здесь идет, и я думаю, может, ну, вы не в курсе, что это больше, ну, и менее приятно. Хорошо, в курсе, окей. Поэтому, во-первых, на первой странице, с такой квадратной рамки, правом верхнем углу, всегда есть полная стоимость кредита. Это полный процент, который включает в себя все. Это очень удобно теперь, потому что вы можете, ну, взяв, подписывая договор, получите его, сразу увидеть вот этот процент и там как-то поумножать его. Третий момент. Обязательно должен быть предусмотрен бесплатный способ погашения кредита. То есть банки сейчас пытаются дурить заемщиков тем, что они говорят, вы можете грасить через нас, ну, 3%. И получается, что с каждого платежа они каждый раз берут еще наполненный 3%. Это незаконно, ну, вернее так, они могут брать комиссию, это вполне законно. Но они должны вас проинформировать о том, где платить, чтобы было без комиссии. Должен быть хотя бы один способ, чтобы платить без комиссии. Понятная эта мысль? Ок. Есть такая штука, важная, почему... Я не помню, а, мне кажется, парень... Рыб, да, 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 кто зовут? Максим. Максим, да, Максим. Просто вы говорили о задолженности. На самом деле, не проценты самое страшное. Вы правы, что, короче, задолженность, в принципе, это грустно и плохо, потому что у тебя там сразу начинают на тебя, да, какие-то пения, там, проценты. Но это даже не самое страшное. Самое страшное, когда в потребительском кредите может быть условие, просто будьте к этому готовы, что если вы просрочили определенный период времени, то вам банк может сказать, что теперь вы обязаны оплатить все полностью за один раз. То есть до этого у вас была рассрочка определенная, да, ну, в этом и есть смысл кредитов, взять сначала кучу, и потом расплачиваться за это в жизни. А теперь, ну, как бы, в случае, если происходит вот эта просрочка, то в договоре может быть такое условие о том, что банк попросит это просрочно показать полосу. Еще важный момент про коллекторов. Знаете, да, что такое, кто такие коллекторы? Да, это люди, а знаете, кто такие приставы? Вы знаете, что это не одни и те же люди? Хорошо. Вот в юридическом вузе смеются над этой шуткой, типа, что коллекторы и приставы это не одни и те же люди. На самом деле, по интеллекту одни и те же, но в целом физически они различаются. Да, коллекторы это, как бы, это частная, частная компания, которая выбивает долги. А приставы это государственный орган, служба судебных приставов при Министерстве юстиции, которая тоже выбивает долги. Так вот, переуступка права требованные, то есть банк передает коллекторам ваш долг, может быть только в случае, если вы дали на это свой согласие. Раньше было по беспределу, то есть можно было отдать долги, потом сжигали вашу дверь какую-нибудь в квартире, там. Если дверь ваша была такая не железная, а она битая, знаете, то туда, ну, из таких классных идей, туда яйцо куриное просто вдавливали, и оно в тот момент начинало бродить. В общем, это адская бонь по подъезду. Ну, то есть вот этими всякими нечеловеческими методами теперь можно запретить передавать свои данные, если вы об этом договоре скажете. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Важно еще, что, это к слову, комментарий Максима, что пение и штрафы могут быть ограничены. Ну, это не могут быть, они, в смысле, ограничены в любом случае. То есть там, вы сейчас можете не запоминать, но в целом вы должны понимать не больше 36,5% в год штрафа. Может быть. Ну, это много, в принципе, там, 0,1% в день, да, он может не больше 36,5%. Это в целом много, но это не 200, не 300, не 400%, которые были до принятия закона о потребительском кредите. И последнее, что про потребительский кредит, я хотел сказать о том, что его, что есть, так называемые 14 дней нахлаждения от страховки. Я сейчас объясню, что это такое. Короче, когда вы берете кредит, банк вам может сказать, слушайте, а вы можете, в смысле, вы обязаны застраховать себя. На самом деле, по секрету вам скажу, такая обязанность, это незаконно. То есть банк часто пытается нарезать эту услугу и сказать, что вы обязаны застраховать, ну как, почему? Ну, потому что вы же будете платить, Ярослав, а как же, а если с вами что-то учится, и вы у меня этих тамбов, вы будете здесь платить. И, ну, на этом случае они пытаются взять страховку. На самом деле, это незаконно. Вы можете отказаться от этой страховки, но важно понимать, что, грубо, они вам говорят, 10,5% в год там будет кредит, к примеру. Если у вас будет страховка, вы должны понимать, что вы, как бы, можете отказаться от этой страховки, но в договоре может быть указано, что если у вас нет страховки, то будет типа не 10,5%, а 13,5%. То есть они увеличат свою ставку по кредиту, если у вас нет страховки. Просто это же для вашего понимания. Я не знаю, сейчас это вошло, в голову не вошло. Это законно, да? Это законно. Да, то есть незаконно заставляет вас страховаться. Вы можете отказаться от страховки и в течение, вы можете даже, на самом деле, застраховать себя, и потом в течение двух недель, 14 дней, так называемое, временное охлаждение от страховки, отказаться от этой страховки. Там заплатили за работу 14 дней, но в целом ваш кредит может быть повыше, сразу станет, как там, кредит, процент. Смотрите, ну давайте я вам пример такой, очень жизненный, мне очень много пишут такого молодого поколения, хотел сказать, нашего, вашего, ну в общем, чьего-то молодого поколения. И здесь следующее, есть там компания такая, которая по-английски звучит как «говорить вверх», вот так бы я сказал. Это школа английского языка, которая ставится с достаточно агрессивным маркетингом и продаж. У них там прекрасный логотип, кубники. И есть частая история, когда, я не знаю, скатывался кто-нибудь из ваших друзей или вы, когда вы, вроде бы, заключили с компанией спикап вот эту, в общем, Ну что ты говорила? Что говорить вверх, это спикап, так? Ну вообще-то спикап это говорить громче. Хорошо, спасибо. Все не важно. Говорите громче, прошу. Короче, здесь следующее, что там, ну каким-то путем, там, между этими переговорами или еще чего-то, вас вынуждает на то, чтобы заключить договор, и это чаще всего, так как у вас нет денег, тут же, это чаще всего кредитный договор. Как вы думаете, можно ли от него отказаться и какие последствия? Вот вы и заключили, просто, ну на вас что-то нашло, вам говорят, слушайте, давайте изучать английский, давайте. Я не говорю, что это хорошая или плохая компания, это вообще не мне решать, я не эксперт в английском языке. Как вы поняли, уже? Но я говорю о том, что это факт, что у них достаточно агрессивный маркетинг и агрессивные продажи. То есть, я говорю о том, что, ну не знаю, ко мне за последние два месяца обратились, наверное, человек пять, реально за два месяца пять человек, те, кто хотели расторгнуть этот договор, потому что они пришли, подписали, там, договор на обучение, договор на кредит, потом пришли домой, очипались и начали искать облакаты, которые, ну, которые будут, в общем, пытаться расторгнуть договор. Как вы думаете, можно расторгнуть или нет, и почему? Можно. Как? Ну, и что нужно, чтобы заплатить? Если вам не доказать, что человек был в каком-то неуменяемом состоянии. Согласен, Максим, это сложно. Ну, то есть, короче, это нормальная идея, но это очень сложно. У меня есть, я одну тетушку представлял, она пришла, ее пригласили, знаете, там, я не знаю, наверное, вас не обзванивают, но обзванивают женщины, говорят, слушайте, приходите к нам на массаж, ей наливили чайку, она купила чайку, и потом подписала договор, по которому 6 баночек крема купила, что-то за 370 тысяч рублей. Ее говорит, слушайте, можно я вам этот крем буду продавать, если вы просто встаньте в варианте, я там буду вам продавать. И очень сложно доказать, Максим, мы в суде делали экспертизу о том, что, то есть, это чайок, естественно, не сохранится, и мы пытались там по ютюбер-мира ощущениям говорить, ну, то, что она была введена в заблуждение, или там, ну, воспользоваться ее беспомощным состоянием. Короче, это сложно, отличная идея, но сложно. Я понимаю, что сложно, но просто я считаю, что это единственный способ, который сможет с тобой. Отлично, сейчас, Максим, ты уявишься, я ей другой. Как вы думаете, давайте так, смотрите, любой закон, на самом деле, он чаще всего логичен, там есть какие-то адские, в общем, яровые, но в целом закон логичен, и если бы у вас было свое государство, и вы бы сказали, так, у меня там есть население, мне важно поддерживать баланс между ними и защищать их как-то, то вы бы сами могли написать этот закон. То есть, он, ничего там среднестерственного нет. Как вы думаете, как можно отказаться от всего этого? Может быть, из разряда тех же 14 дней до рождения есть какой-то короткий срок, в течение которого можно расстроить договор, и с возвратом финансов. Красавчик, смотри, как ты зовут? Никита. Никит, отлично, это правильный ответ. Давайте поаплодируем Никите. Да, правильно, это круто. Смотрите, у нецелевого, то есть, когда деньги просто так даются, ну, не на покупку чего-то, есть 14 дней на погашение досрочно. Ты можешь прийти, принести всю сумму обратно, и заплатить там за два или за три дня вот пользование кредитом, ну, пока ты заключился и вернул, да? А если целевой кредит, то 30 дней. То есть, есть 30 дней на погашение полной стоимости, выплатив только за один месяц, ну, вот за фактическое пользование денежных средствами. Поэтому, что нужно сделать в ситуации, там, с школой, с этими кремами и прочими, ну, с кремами сложнее, но давайте с услугами сейчас разберемся. У вас всегда есть право отказаться от услуги. Вы приходите в школу, пишете заявление, говорите, я оказываюсь от услуги. Но вы понимаете, да, что не выплатили, а банк платил. Поэтому вы тут же идете в банк и говорите, я отказываюсь от кредита, и банк-школа должна будет направить эти денежные средства. И, ну, расход, он будет неприятный, непонятно почему, но он менее неприятный, чем сейчас стоимость кредита. Вам нужно будет заплатить за процент, вот пока деньги из банка ушли и банк вырублюсь. Причем у школы есть тоже там определенный срок. То есть, вполне это решаемая ситуация. Вы должны это понимать. Есть вот такой период на некое охлаждение, 30 дней, вы можете погасить. И в целом любой кредит, вообще, на самом деле, любой кредит, вы можете погасить досрочно, вы или там ваши друзья, можете погасить досрочно, предупредив об этом банк за 30 дней. То есть, вы говорите, мне вам не надо такая... То есть, уберяк, взяв, да, взяв, давайте скажем, кредит, это не означает, что вы будете платить все эти 25 лет, на которые он рассчитан. Если вы там вы или кто-то другой скопили денег и решили его погасить, вы можете его погасить, предупредив банк за 30 дней. Исключением является этот первый период, когда можно вообще без структуить. Это очень важный момент, какой посыл я несу. Несу ли я посыл, что нужно брать кредиты? Нет, ни в коем случае. Несу ли я посыл, что без кредитов нужно жить и ни в коем случае не пользуюсь? Тоже нет. Это, короче, ваше решение. Вопрос в том, что если вы вдруг решитесь это взять, то я вам рассказываю на этот случай. Понятно, я думаю, сын? То есть важно, что тогда я не кредитный брокер какого-то банка, который сейчас будет открыт. Возьмите их в нашу полу. Теперь микрофинансовые организации. Смотрите, если представить, что вот кредиты это такие официальные люди, то это просто разбойники большой дороги. Почему я абсолютно не рекомендую брать в микрофинансовых организациях? Потому что, ну, знаете, как бы мне кажется, что в определенный момент люди, которые строили этот бизнес, руководствуются с двумя принципами. Слабоумие и отвага. Они набирали какие-то денежные средства, давали другим денежным средствам, другим денежным средствам под какой-то адский кредит. И вот, ну, как бы управляли вот этими финансовыми потоками для своих выведов. Там огромный кредит. То есть важно, что микрофинансовая организация берет огромные проценты по сравнению вот с теми патрилистскими кредитами. То есть патрилистский кредит по ряду процентов, чтобы вы понимали, это когда бы десятки. То есть там, не знаю, 36 процентов в год. 30, 25, 20 процентов в год и так далее. В МПО, это займы, во-первых, да? Это не кредиты, но примерно то же самое, забейте. Там проценты в год 300. Там, 250 процентов в год. То есть там, ну, чтобы вы понимали порядок. То есть там дают меньшую стоимость, вас меньше проверяют, вам нужен, когда говорят, деньги в займ, там по паспорту. Вот это, это вот, здрасте, это вот эти ребята. Но тем не менее, если вдруг вы решили, слушайте, да он просто не знает жизни, мы здесь в Ленограде лучше разбираемся, и вы решите ее взять, такой, такой займ в микрофинансовой организации, рассказываю некоторые моменты. Во-первых, микрофинансовая организация должна быть на сайте Центрального банка Российской Федерации. То есть, если это вообще ломбард какой-то, то есть вероятность, что вы просто туда не выйдете. Поэтому эта организация должна быть на сайте в реестре. Следующий момент, ну, там есть определенные правила. То есть, вы, например, не можете взять второй микрозай, если вы не выходили еще первый, и каждый из них меньше, чем на месяц. Ну, грубо, вот вы приходите, типа, что вот дай этот денег там на две недели. И вот для того, чтобы не было через две недели, что вдруг тот же человек пришел, говорит, а кто-то не отдал ему, ну, дай еще денег, чтобы людей не загонять в какую-то кабалу, законодательством предусмотрено такое требование. Как вы думаете, микрофинансовая организация хотят эти требования или нет соблюдать? Конечно, нет. Задача дать как можно больше кредитов человеку, и потом его кошмарит, и забрать у него то имущество, которое есть у него. Ну, или и братство, ну, взять его вопрос. Поэтому, ну, знаете, ну, еще здесь важная штука, что это знание может быть полезно не только вам лично, а это знание может быть полезно, не знаю, вашему папе, или вашей маме, или вашему дяде. Потому что, ну, я, по крайней мере, знаю достаточно страшные истории, когда молодые люди приходят ко мне и говорят, слушайте, Дмитрий, проблема не моя, проблема вот, ну, как бы моего родственника, который там погрелся в этих долгах. По крайней мере, вы можете его как-то приостанавливать, да, в определенный законодательный фермер. Важно, что есть максимальная ставка. Слава богу, микрофинансовых организаций ее недавно ввели. Сейчас пытаюсь ее проводить до 400%, но тем не менее. По займу, которая дается меньше, чем на год, ну, до года, до 12 месяцев, максимальная ставка 300% годовых. По-моему, это просто бесчеловечно, ну, и не по-христиански, но вот это как есть. Есть еще вещи. Например, очень часто употребимая, когда микрофинансовая организация говорит, что я о ваших долгах сообщу ваш деканат. Это, ну, тоже вообще неправильно, и это запрещено законом, на самом деле. То есть микрофинансовая организация не имеет права размещать информацию ни в интернете, ни передавать каким-то иным лицам, например, деканату, векторату, или там на ваше место работают, если будут уголовить. А полиция может? Нет. Нет, полиция вообще не имеет отношения. То есть полиция может парней там, и тамбовских, там, забирать. И ждать санитара. Вот вся беда, например, полиция. Нет, полиция не имеет к этому отношения, это как бы гражданские правовые отношения. То есть нельзя, если человек должен, его нельзя за ним посадить в тюрьму. Это важно понимать. Но, да, чтобы вы понимали, люди, пользуясь безграмотностью всех странных граждан, ну, люди негодяи, они, конечно, такое могут заявить. То есть у меня, я один раз вытаскивал девушку, ей было 19 лет, она работала в ломбарде. И там пропал мешок золота. Родный килограмм золота пропал. И ее закрыли просто в ломбарде. И там на шестой день парень ее, ну, короче, там была такая целопоисковая операция. И реально ее закрыли в ломбарде и сказали, что ты пока не найдешь золото или не найдешь деньги, кто привезет, когда отдаст этот мешок золота, мы тебя просто не выпустим. И это как бывает, это в центре Москвы происходит. Поэтому, ну, тут, конечно, ну, вся вот эта микрофинансовая организация, ломбарды и все это прочее может, организаторы всех этих вещей потом меня найдут после этого видео, но тем не менее, в общем, я считаю, что это такая вся криминогенная остановка, и я крайне не рекомендую к ним обращаться. Что еще? Микрофинансовая организация, там, наверное, по полу разницы тысячи будет. Не может сообщать, да, родственникам, если такое согласие не было дано или не отозвано. Это тоже важная штука, что вы даже при заключении договора, если там где-то будет пункт, типа, я разрешаю передавать эти данные моим родственникам и прочее, а мы в долге, и вдруг передали, и вы понимаете, что вы дальше не летите, чтобы там кому-то еще передавали, вы просто направляете официальное письмо о том, что я, как бы, запрещаю дальше передавать эти данные, и это имеется в виду. то есть все сейчас достаточно урегулированное, если не знать свои права. Если не знать свои права, то да, вас будут просто пугать. И третья история – это ипотека. Важно, что ипотеку не берут. Кто слышал, в принципе, словосочетание «взять ипотеку»? Да, это очень часто урегулированное. Короче, я сейчас вам объясню, и мне кажется, что вам понравится эта мысль, ну, это понимание. Смотрите, знаете, что такое залог? Это некий гарант. Ну, например, как вас зовут парень в Эльсе? Александр. Александр. Вот Александр говорит, слушайте, я говорю, Александр, вы не могли бы дать пять тысяч, мне нужно маргариту разогнать. Александр говорит, да, конечно, обожаю эти шутки, давайте. Но я беру пять тысяч, он говорит, слушайте, а вы можете мне отдать в залог, ну, какой лицо, твой телефон, ну, потому что лицо у вас явно не вызывающее доверия. Я говорю, да, вы не первые, так кто говорит, я даю телефон в залог. То есть залог – это некий гарант, причем я могу его отдать Александру, а могу его просто у себя держать, но он там держит, не знаю, коробку, имей, там, и проще, и если что, он пойдет в полицию и скажет, что это его телефон. И, то есть, это называется «оформить залог». У Александра возникает некий гарант в том, что я верну ему пять тысяч после того, как проведу такой эксперимент. Здесь тоже самое. Ипотека – это залог недвижимости. То есть вы можете взять деньги не на покупку недвижимости, вы можете просто взять деньги, не знаю, на бизнес или просто на Лас-Вегас, на что угодно. Но если вы в залог вот к этому кредиту отдаете недвижимое имущество, это означает, что вы оформляете ипотеку. То есть ипотека – это вообще ипотека равно залог недвижимости. То есть это тот случай, когда вы передаете недвижимость в залог кому-то, кто передает. Поэтому берут кредит. То есть берут деньги, а банк говорит, слушайте, а чтобы получить вот эту ставку, там какую-то 10% или 9%, там невысокая ставка, потому что, ну, когда она обеспечена ипотекой, то есть когда у Александра нет риска того, что я тебя тысячу не убеду, потому что у него мой телефон, то он говорит, можно небольшой процент тогда взять, потому что у меня нет риска, что он убежит с этим, с этими деньгами. И здесь такая же штука, то есть когда есть ипотека, то этот процент самый маленький. То есть потребительский кредит – это вот такой процент. Ипотека – вот такой. А ипотека – небольшой процент, ну, вернее, сравнительно небольшой, все равно он куконский по сравнению с европейскими какими-то странами, где-то там под 3% дают ипотеку. Но там, не знаю, вот 10-11%. Понятна мысль, что такое ипотека? Это залог недвижимости. При этом, конечно, можно, как обычно делают, типа покупают жилье и берут кредит на потоку жилья, и это же жилье закладывают. То есть они говорят, мы будем выплачивать вам вот этот кредит, и если вдруг не выплатят, вы заберете эту квартиру. Вот в чем смысл всей ипотеки. То есть вообще говоря, взять ипотеку – это не типа начать покупать квартиру. Наоборот, ипотека – это отдать квартиру взамен чего-то. Но бывает, что это совпадает. Вы поняли мысль или я забыл? Да, хорошо. Что по поводу ипотеки? По поводу ипотеки здесь идея следующая. Что на эту квартиру на недвижимость возникает залог. И это первый случай, когда эту квартиру могут забрать. На самом деле сейчас очень хорошую новость вам скажу. Что если вы должны, и у вас в собственности есть одно жилье, одна квартира, и вы должны не по ипотеке, а просто, не знаю, вы там в долги врезали в микрофинансовых организациях, то вот эту единственную квартиру, единственное жилье ваше, забрать не могут. Это очень хорошая новость, мне кажется, что одно жилье не заберут, за исключением в случае, когда у нас в ипотеке. То есть, единственное жилье может быть заложено, то есть, отдано в залог банку или там кому-то, каким-то другим клиторам, и тогда его могут забрать. Понятное, это вызово. И, ну, там, важен порядок обращения системы, но не заморачивайтесь. Сейчас я, в общем, сам уже пожелаю, что я это писал. В целом, заключаются два договора. То есть, чтобы вы понимали, два взаимоотношения возникают. Это кредитный договор на то, что вы получаете деньги, и договор о припродаже с продавцом, когда вы передаете эти деньги. Что еще в ипотеке? Да, еще важный момент про страхование. Это тоже единственный случай, когда оно обязательно. Вот страховать сам объект недвижимости, вот этот объект залога, нужно обязательно, это требование закона. А вот здоровье, то, что так же, как в любительском кредитике, не обязательно слоевать. И важно, что если вдруг, да, мы вот сейчас сталкивались, вы поднимали руки о том, чьи родители или там, друзья, братья, брали ипотеку, важно, что как только вы ее выплачиваете, обязательно сходите в банк, получите справку о том, что вы выплатили полностью кредит, и потом пойдите в рост-реестр и эту справку отдайте, для того, чтобы обременение сняли. То есть на самом деле государство видит, что эту квартиру, она в ипотеке, она в залоге. Как только вы погасите ипотеку, обязательно пойдите в банк и закройте эту ипотеку. Закрыть ипотеку означает, что снять вот это обременение. Пока есть такое обременение, вы не можете продать квартиру эту, без разрешения банка. Это для меня какая-то проблема. Хорошо, с тем, что мы, с тем, когда мы должники, мы закончили. Теперь я хотел бы очень коротко, вернее, может, не очень коротко, получится поговорить о том, где читать законы. Вернее, так, где читать правовую информацию, как вам кажется? Нет, не в Конституции. Вы думаете, везде правильно ответите, как в Конституции? Еще раз просите, повторите. Констант Плюс? Гарант? Российская газета. Российская газета? Гражданский кодекс. Свежая, да. Хорошо, гражданский кодекс. Это здорово. Но если кто-то подумал, что нужно читать, не знаю, на специализированных формах, это плохой вариант. Я вам приведу сейчас почему. Вы правильно ответили, и это очень хорошо. Просто приведу вам пример, почему очень грустно читать не закон. Прочтите, пожалуйста, вопрос. Те, кто плохо видит, имеете право не пропускать, не пропускать вообще человека, у которого есть официальное повреждение совместра работы, о том, что он работает запазно. Если человек не проживает, то он должен встать какое-то время. Вы молодцы. Да, это правильно. Это правильный ответ. И... Ну, вот такой вопрос. И смотрите варианты ответа. Важно, что вы не понимаете... Вот первый вариант ответа, друзья. Вот, Алексей Мунглец не согласен. Откуда нужно писать, там нет ссылки в это устройство во время проживания, чтобы правильно писать после 23 часов. Ну, это прият абсолютный. Но суть в том, что вы, читая вот этот ресурс, вы не можете понять, ну, то есть достаточно что-то аргументированное человек говорит, ну, может, недостаточно, но мудрец он, как мило. И поэтому вы не можете определить, насколько релевантен этот ответ, он правильный или неправильный. Но хорошо, мы не ставим дальше. Вот второй вариант ответа. Ну, мало того, что, судя по ответу, Елена Линоградова является комендантом этого общежития, потому что нафиг мне не нужна, это вообще не интеллигентно, конечно. Но в целом, вот тоже есть позиция. Она тоже... Я вас просто пытаюсь оценить. Вы знаете, сейчас правильно как это зовут. Виктория. Виктория сказала нам правильный ответ. Действительно, не имеет права не пускать. У нас сейчас, в принципе, отменен письмо Минобра, мне кажется, в году 2014. Я, знаете, в 2015... Я в мутищах выступал в 2017, они еще не знали об этом. Я подумал, интересно, знаете ли? Нет, вы узнаете. Вот Виктория говорит, что знаете. Это хорошо. И... Ну, вот такой ответ. Я пытаюсь вас... Ну, то есть вы знаете сейчас правильный ответ, но представьте, что вы не знаете правильный ответ и вы читаете на каком-то ресурсе. Вот еще вариант ответа. Ну, мало того, что она совершенно определенного времени года, человек. И понимаете? Что он вообще означает? Понимаете, в чем, в чем самая суть? Что, как бы ни было это горько, но она един... Вот Анастасия Назарова, она самая близкая к правильному ответу. То есть фактически, на самом деле, она ответа то же самое, что Виктория. Просто безграбельно. То есть она написала, что... Вы не можете ограничить, потому что это она и в жильях. Это правильный ответ. Вот это пример того, что вы смотрите там искусственный интеллект, мудрец и прочие какие-то непонятные люди. Они пишут аргументированно, они могут вам написать три абзаца на эту тему, но написать полный бред и чушь вообще абсолютнейший. А бывает человек, который ученик, и да, ну я понимаю, что это статус по количеству ответов, которые он дал. Я понимаю, что это на грехах не коррелирует с его интеллектуальной способностями. Но тем не менее. То есть есть некий человек, с которым вы так, достаточно скептично, и он еще пишет с арфографическими ошибками, и вы вообще не оцениваете это. Вот в этом и есть парадокс. Парадокс того, что вам ни в коем случае не надо смотреть правовые знания ни на какие формы. Потому что это мнение каких-то конкретных людей, которые могут абсолютно не сопоставлять свои знания с законом. Источники, которые я бы вам предложил, и считаю, что они наиболее актуальны, это консультант плюс, гарант, это там вот то, что вы назвали. Вы абсолютно правы, что из этого лучше, вообще на вкус и цвет все формастеры разные, вы какое захотите, такое выбирайте. То есть это так. По пост привычке использования. Но важно, что даже гражданский кодекс или кодекс об административных правонарушениях, которые вы вводите с собой в автомобиле, на самом деле, там штрафы настолько часто меняются, и эти правила настолько часто меняются, что только он печатается, кажется, что он вот в этот момент уже устает. Поэтому я считаю, что не надо ничего покупать, что есть электронные версии и консультанта, и гаранта, ставите его на телефон, и он все время с вами, и он даже в офлайн-режиме может подгружать определенные документы, которые вам нужны. Я призываю вас пользоваться исключительно спрашно-бравыми системами с актуальными законами. Если после сегодняшней нашей встречи вы будете, вы только вот на это изменитесь, то есть вы оперировать будете исключительно законом, который есть в спрашно-бравой системе, я подумаю, что уже моя миссия выполнена. Это уже достаточно. В 17.40, да, я обещал. Хорошо, я, кажется, уложусь. Теперь в более приятной ситуации и более, наверное, приземленной для вас я хотел бы поделиться, это займы. Представим, что мы берем займы. Ну давайте по-серьезному. Кто когда-нибудь давал займы? Есть такие? Кто из вас, у вас много, это круто. А есть из вас, кто при этом составлял что-то письменное, подтверждение какое-то? Вас трое, вас двое. Вы друг другу давали займы? Ну, мол, ты мне написал, когда я первый решил. Нет? Ну, хорошо. Просто очень важно, что договор займа сейчас будет неприятная новость. что если вдруг вы дали займ больше тысячи рублей и при этом не оформляли это письменно, то вы не имеете права ссылаться на свидетельские показания того, что вы давали займ. Вот это один из тот случаев, когда у закона есть что-то нелогичное, какое-то непонятное правило. Ну вот оно и есть. Суть его в том, что у договора займа должна быть обязательно подставить письменная форма. И если она неисполнима, а займ больше тысячи рублей, то на свидетельские показания нельзя ссылаться. Можно там на аудиозаписи, видеозаписи, не знаю, еще какие-нибудь переписки ваши, но не на свидетельские показания. Смотрите, еще пример. Мы заключаем сейчас с Ярославом договор займа. В нем написано, что я, Грия Змитрия Сергеевич, даю займ Ярославу фамилию и имя, что как тут? Немцу Ярославу Викторовичу 500 тысяч рублей. Мы подписываем этот договор. И в этот момент, как вы думаете, почему я, я не буду, ну сейчас мы не будем моделировать, но тем не менее. Как вы думаете, почему это не... Предположите, пожалуйста, вот так. Предположите, почему это совершенно не страшно для меня. Договор займа, по которому я занимаю Ярославу в день. В смысле не страшно? Не нужно еще указать, какие сроки они будут задавать. Да, там будут сроки. Ну, просто, ну, я Ярослава, я еще не буду уверяю, но человек из Камбова, он там под Мючуницком будет, в общем, где-то пропадать. Но, ну, реально, не нужно заверять. Паспорт на данный есть? Есть, там паспорт на данный. По факту передачи денег будет? Вот, Мария, это самый правильный ответ. Дело в том, что, я не знаю, вы изучали или не изучали, короче, есть договоры реальные, а есть консенсуальные. Не заморачивайтесь, но, в общем, договор займа является реальным, а он вступает в силу тогда, когда я фактически передаю денежные средства Ярославу. И поэтому, когда мы себе подписали договор, мне вообще это не страшно. То есть, я еще не попрощался со своими деньгами. Более того, никто никому еще ничего не займёт. Договор займа происходит только в тот момент, когда я передаю деньги Ярославу. Как и договор банковского вклада. Вы можете открыть банковский вклад, откуда вы пройдете деньги. Он может у вас как-то там существовать, но, на самом деле, он не начал действия, пока вы положили туда рубли. Это тоже пример реального договора. Понятна мысль? То есть, вообще говоря, мне было бы страшно взять Ярославу отдать полмульта. Ну, потому что, ну, Ярослав, простит, ну, мы в земнограде, я могу отсюда даже не уехать потом. Но если это просто договор займа, но не передача конкретных денег, то это не страшно. И то же самое, то есть, вы, ладно, а скажите, вот те, кто писали по договору займа что-то, что это было? Расписка? А были те, кто писали договор займа? Отчем отличается? Договор займа состоит из двух частей, ну, из двух людей. Есть иногдаец, есть заебщик. Расписка – это просто тот, кто берет деньги в долг, пишет расписку. И расписки, на самом деле, достаточно. То есть, вот то, что я вам говорю, простая письменная форма договора займа. Расписки, вот так, достаточно, это уже простая письменная форма. Просто написанная на крошке бумаги. Это уже письменная форма договора. Важно, чтобы там были, правильно говорили, там, фамилия, отчество, там, сейчас мы обсудим, какой текст там должен быть. Итак, давайте поговорим про расписки. Вот пример расписки. Что здесь появится? Вот пример. Я, фамилия, не отчество, полный паспортный данный, адрес организации, я адрес фактического проживания, если они разные. Объясню, если вы получите денежную сумму в размере 1 миллион рублей, не возлея данных. 1, 2, 3, 3, 16. Пио-кредитор, паспортный данный. Да, так вот. Ну, то есть, это кому, да? Ну, вот так. Я, Дмитрий Александрович, полный паспортный данный, обязанность выплатить, Дмитрий Сергеевич. Сейчас я вам приведу 4 разных варианта. Они, я вам скажу так, там будут неправильные и будут правильные. Поэтому сейчас не запоминайте, пожалуйста, что вот так нужно писать на списке. Не фотографируйте. Уважаемый преподаватель, это неправильный вариант ответа. Я вам правильно сказал. Смотрите, вот то, что выглядело синим, не будет меняться. Вот это правильно, то, что сейчас выглядело синим. Вот это я, ФИО, то есть я, Дмитрий Сергеевич, который пытается там занять денег. И ФИО-кредитор, то есть кому будут. Будет меняться только вот это в серединке. Будут 4 варианта. Вот это первый вариант. Запомнили, да? Обязываюсь выгодить. Вот второй вариант. Принял денежную сумму в размере миллион, в счет оплаты автомобиля Toyota Includer, правда? Обязываюсь вернуть либо машину, либо денег. Не правильно. Хорошо? На самом деле нет. Как говорит Кролча. Не правильно это. Третий вариант. Адемий Пай. Третий вариант. Давайте посчитать только вот это в серединке. Возьму в долг денежную сумму в размере миллиона рублей. Необязательно выхватить. И четвертый вариант. Взял в долг денежную сумму в размере миллиона рублей. Вот вам все четыре варианта. Только вот это красненькое, то, что вынул в красной рамке. То, что я ФИО взял, ну или там что-то сделал у ФИО, это правильно. Фамилия-мешка, фамилия-мешка, вверху и ввезу, это правильно. Да, так вот, все же правильно. Вот этот блок. Ту-ду-ду-ду. Голосование, друзья. Кто за кто... А, давайте так. Сколько здесь правильных вариантов? Давайте с места просто. Один, два и одного. Все правильные? Да? Хорошо. Кто за то, что правильный вариант один? Окей, спасибо. Кто за то, что правильный вариант два? Кто за то, что правильный вариант три? Да, у вас немного есть. И кто за то, что правильный вариант четыре? Хорошо. Все очень просто. Здесь правильный вариант один. И это вариант четыре. Давайте поаплодируем тем, кто ответил четыре. Они были молодцы. Давайте я еще раз уберу вот эту галочку. И вы еще раз посмотрите. Я обращу ваше внимание. Во-первых, Максим или его сосед, я не помню кто, но сказали очень правильную вещь о том, что нужно констатировать факт. То есть расписка – это реально бумажное закрепление подтверждения каких-то действий. То, что кто-то там возьмет в долг, или кто-то пойдет поспит, или еще что-то он сделает, или поест сосиску в действии, это никому не интересно. То есть это некое поблизость, что он получил. Расписка – это подтверждение факта. Поэтому нужно всегда говорить, ну, если вы даете в долг, то нужно, чтобы должник написал «я взял в долг». Если вы берете в долг, то вы можете использовать, как бы, как хотите эти знания. То есть важно, что если грубо, «я взял у Ярослава Дмитриевича в долг деньги», но написал ему «я возьму в долг», и он пойдет в суд с этой распиской, в суде я спорю по безденежности и скажу, что я деньги не получал. Поэтому, знаете, это очень частый момент, когда люди приходят ко мне и говорят «слушайте, мне нужно вернуть деньги, я занимал деньги, мне не отдают». «У меня все в порядке, расписка есть». Вот наш менталитет, подтверждающий, что, как бы, слава богу, что вообще хоть что-то есть, это неправильное отношение, потому что важно, что написано в этой расписке, а не то, что она просто есть. Поэтому в расписке должно быть написано, что «я» и констатация факта. «Взял в долг у такого-то, какого-то, я рисуюсь, вернуть, либо с ней, да». Вот это да. Понятна эта мысль? Любую расписку, то есть любого рода расписки, взял ключи, подтверждения, взял под ответственность какое-то помещение, не знаю, что угодно, это всегда подтверждение факта. Мы коротко по этому поводу побежим. На что обращать внимание, если вы вдруг будете давать кому-то в долг, на что можно обращать внимание, что повышает ваши шансы на возврат денег? Первое, что у должника есть какое-то имущество, и в идеале было бы круто взять в залог это имущество. Есть автомобиль, есть там еще что-то, что угодно, можно взять в залог, заключить в договор в залог. Это намного сильнее повышает и мотивацию человека отдавать эти деньги, и шанс того, чтобы вернуть эти деньги в инфекцию. Второе, что такое поручительство, вы знаете или нет? Короче, очень много взрослых людей не знает, что такое поручительство, и мне очень грустно за это. То есть человек говорит, ты знаешь, я там вообще в этом кредитном договоре вообще-то поручитель, может мне что-то перепадет? Я говорю, тебе только ответственность может перепасть. Ну и это правда. То есть, если ты поручитель, ты просто говоришь, что если я поручитель вот этого человека, как вас зовут? Я Юрий. Юрий, очень приятно. Вот, если я поручитель Юрия, то фактически я говорю следующее, что если Юрий не отдаст, то отдам я. Все, больше поручительство ничего не дает. То есть, оно не дадут вам молоко, зарезанность там, не дадут, ничего не дадут. Только с вас возьмут. То есть, если вы поручительство, то это очень глупо, друзья. Это примерно та же степень, что пойти в МФО, зарезанность. То есть, поручительным можно стать, если вам, не знаю, лучший друг вам говорит, слушай, без поручительства не дадут мне там кредит, но я вот сто процентов обязуюсь отдать поверье. Ну, это ваше дело, но вот, кажется, что там, это один из немногих случаев, наверное, когда можно стать, ну, то есть, важно, чтобы становиться поручителем, вы просто говорите, что если человек не от нас, то я отдаст. Понятно? Можно вопрос? Поручительством не надо. Вы с вами были когда-нибудь поручителем? Да, был. Я был поручителем, и вопрос еще, я бы дальше задал, давал ли я в долг? Да, давал. И чаще всего это очень хорошо знакомые мне люди, то есть, это друзья. И когда ты даешь в долг, вот у меня есть правило такое, оно не правовое, но какое есть, что сумму, которую я даю другу в долг, это та сумма, которую я могу ему подарить. То есть, важно, что, как бы, ты дружбу не ставишь, в принципе, на весы, вот, отдаст он эти деньги, или не отдаст. Просто ты даешь деньги, и ты не типа ему говоришь, я тебе дарю. Нет, у него остаются какие-то обязательства, ответственность перед тобой. Но в целом ты готов к тому, что у тебя их не вернут, и не испортятся отношения. Есть еще, как бы, другая опасность, я вам скажу по опыту. Вы знаете, человек, которому вы заняли денег, в определенный момент начинает пожирать сам себя изнутри и начинает вас ненавидеть, потому что считает, что вы как-то презрительно теперь к нему относитесь. Поэтому, когда у меня возникла такая ситуация, когда мой друг не смог мне отдать вовремя, я позвонил ему в тот же день возврата, и говорю, слушай, ну, во-первых, да, представьте, день возврата, он там, он такой, ну, он еще адвокат, он же отбитый на ручку. И я ему звоню, он не берет трубку. Я ему пишу, говорю, чувак, я не по поводу долга. Звоню ему вновь, он берет трубку. И говорю, слушай, сейчас очень важный момент. Отдашь ли ты мне долг сегодня или не отдашь, это не имеет никакого значения. Важно, что я тебе сегодня об этом говорю, что даже если ты мне не отдашь долг, наши отношения не должны испортиться. То есть мы вот как-то осознанно пытаемся к этому подойти. Это непросто. И с моей точки зрения, что бизнес с друзьями, что давать долг друзьям и родственникам, это очень неблагодарная тема. И лучше говорить, ну, то есть они говорят, я тебе обязательно дам, ты говоришь, да, да. Оп, давай, дай. Но самое главное, чтобы ты не начал меня как бы презирать за то, что я тебе когда-то дал долг, и теперь как-то неровно смотрю на тебя. Или что-то чаще стал звонить. Или перестал звонить. На самом деле, эта штука очень хорошо, о чем говорят мужчины. Есть сейчас фильм, который сейчас идет в прокате. в последнюю часть, там хорошо по этому поводу говорят. Ну, типа миллионер говорит, как я тебе дал долг, мы перестанем быть друзьями. Ну, вот, там, такая похожая штука. Ну, это небольшой толк. По этому поручительству, это не классно. Это не подарок какой-то, который, вот, я поручитель. Не донор, это разные, пожалуйста, же вещи. Что еще можно человеку где проверить? Есть его сайт Федеральной службы судебных присылок, ФССП.ру. В нем, на нем написаны все исполнительные производства. Вот когда суд проигрывается, и потом начинается исполнительное производство, приставов, то туда вот эту базу попадает. Там по фамилии, имени, бочисту, вы можете посмотреть все исполнительные производства, которые есть. На человека. То есть, если он собирается взять долг, то вы пока-нибудь можете его посмотреть. И последнее, это судебные споры, которые будут быть. Они на сайте МОЗГОР и Горссуд, отсутствие имеющихся спор. Это, что касается, то есть, грубо, к вам приходит человек, который хочет взять в долг, и вы его не очень хорошо знаете, то вот в целом это те моменты, которые вы можете ему задать вопрос и посмотреть где-то в него некую историю о том, как и чего он на этом существовал. Самая интересная стадия, ну, вы уже, наверное, увидели, я вам хотел задать такой вопрос, но раз уж я его вскрыл, это взыскание. То есть, всегда думайте не о том, как вы будете давать в долг, а всегда думайте о том, как вы будете забирать в долг, если вы, в общем, не предполагаете, что вы подарите эти деньги. И тут я вам от души хочу сказать, что там с вероятностью в 50% вы не вернете эти деньги назад. Это грустно, но это, к слову, о том, помните, я вначале задавал вопрос, кем лучше быть, тем, кто дает свои деньги в долг, или тем, кто берет в долг. Вот реальность такова, что сейчас тем, кто дает в долг, будет плохо, потому что с вероятностью, там, над ожиданием 50% реально вы не вернете назад эти деньги. И заключительный блок, о котором я хочу поговорить, это немного про криптовалюту. Я знаю, что у вас было позавчера, по-моему, да, или три дня назад, про криптовалюту. Я немножко, я, смотри, это обсудил, о содержании лекции, в общем, моего коллеги. И я сейчас хочу вам сказать, ну, такую, очень узкоприменимую, простите, если я вдруг с ним как-то повторюсь, но я вам скажу, такие реалии. Например, у меня есть бракоразводный процесс, в котором муж намайнил 50 биткоинов. Намайнил 50 биткоинов, это не про что-то такое запрещенное, это нормально все. Вы так, что вы себе намайнили? Нет, он просто предоставлял оборудование, и там происходили какие-то расчеты, 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 и там прошел цикл, ему упали 50 биткоинов. А потом муж и жена решили развестись. Я представляю жену, которая хочет себе 25 биткоинов, как совместно наше преимущество. Потому что намайнили, они его брали. И вот проблема в том, что суды, в принципе, не, ну, суды не оценивают, криптовалюту, как вообще какую-либо ценность. Это самая большая проблема. Но это будет третий факт. Ну, давайте, ладно, с первого начнем. Первое, у вас нет правоподтверждающих, ну, в принципе, технология блокчейн не предполагает какого-то документального подтверждения на криптовалюту. То есть у вас есть кошелек, у вас есть какой-то там private key, вы его туда вбиваете, у вас есть доступ к кошельку, вы можете расплачивать с этим кошельком. Когда вы приходите, напрягает полиция, не знаю, у вас какие-то жулики говорят, отдай этот пароль, да, поддунув пистолет. Вы отдаете пароль, они переводят ваши деньги с вашего кошелька на свои куда-то кошельки, и вы приходите в полицию и говорите, слушайте, у меня украли криптовалюту. Ну, понятно, да, что это возможная ситуация. Проблема в том, что первое, что у вас просит полиция или суд, или еще кто-то, они скажут, а есть ли у вас документы, подтверждающие, что это ваша криптовалюта. И вы говорите, вы что, прикалываетесь? Вам может быть еще, как бы, вот эту папку электронных документов оборот, куда распечатывается все вообще. То есть, в этом и есть смысл блокчейна, в том, чтобы не было никаких бумажек подтверждающих. Но наши суды и наша полиция пока не готовы к тому, чтобы защищать права на криптовалюту. И поэтому, когда вы приходите, а вам говорят, ну, то есть, у меня первое, что подписали, а как вы подтвердите, что она мужу принадлежит? Я говорю, ну, у него есть секретный кошелек. Не секретный, в смысле у него есть кошелек, а у которого есть секретный ключ, есть публичный ключ, есть секретный ключ, они вместе соединяются и он может зайти туда. Он говорит, понятно, а как вы это докажете? Я говорю, ну, как докажу? Ну, не знаю, он же может как-то распоряжаться этими деньгами. Может. И суд говорит, ну, я же не могу прийти к нему и стоять и ждать, пока он вобьет этот кошелек. Он говорит, суд спрашивает, можно ли, типа как у банка, запросить у некого третьего лица и сказать, слушайте, а вот у Марии там есть кошелек, а вы можете предоставить информацию о том, что есть такой кошелек и на нем есть какие-то деньги? Я говорю, нет, в этом и смысл, что нет централизованного хранилища. Блокчейн, это где централизованное хранилище? Я не могу пройтись, соберите, пожалуйста, данные о Марии в кошелеке, пожалуйста, давайте все вместе, все вместе в кучу, принести их в суд и сказать, вот, слушайте, вот все данные. Он говорит, ну, хорошо, что вы у всех собрали. Да, шутка в том, что это десятки тысяч людей. Такая техническая шутка. Но суть в том, что как бы нет никаких документов подтверждающих и поэтому к российским реалиям сейчас владение, то есть ко мне приходят периодические люди и говорят, слушай, я посоветую, пожалуйста, что сделать с битком, там с криптовалютой что-то биток падает и все такое. Я говорю, единственное, что можно сделать, ну, можно вот так ручки не закрыть, сказать, не, не, не. Я вам серьезно говорю, то есть вот так просто охранять его. И я объясню, потому что, ну, потому что ICO это в принципе такая такая попытка собрать, собрать фантики и убежать за границу. Ну, в большинстве свое. Я сейчас чуть подробнее об этом скажу. Вторая проблема криптовалюты в том, что ты не можешь идентифицировать владельца кошелька. То есть он, грубо, мы даже собрали уже, что на этом кошельке 50 биткоинов, но если он не скажет, да, это мой кошелек, мы не можем, то есть мы собрали уже данные, мы где-то от третьих лиц взяли, что на этом кошельке есть 50 биткоинов. Как сказать, что это этого человека? То есть фактически ему нужно сказать, да, я знаю такой пароль, но он же может сто раз повторить, что он не знает такой пароль. А логин как митропейтент в почте идеи? К сожалению, никак. То есть технически вы правы, это хорошая мысль, если вы, например, торгуете на криптобиржах, то все равно вы там с какого-то айпишника туда заходите, вы там на имейл вам что-то приходит. Но в конечном итоге, так если заморочиться, то вот этот муж может сделать так, что он просто, то есть у него будет созданы еще дополнительные там три рабочих кошелька, на которых будет ноль. Он туда будет переводить, переводить на криптобиржу, там играть, переводить, переводить. И у него в каждый момент времени те кошельки, на которых, в которые в e-mail видны, у них будет ноль. И он придет сюда и скажет, да, окей, вы можете взять мою почту, вот, у меня все по нулям. Я не знаю, где они. Кто-то вывел там, или еще что-то. То есть, я не то, что говорю, что это невозможно с технической точки зрения, но я говорю, что если человек хочет, то это нельзя подтвердить иначе. То есть, вот если вы хотите, например, скрыть от меня, что у вас на счету в Тинькове есть какие-то деньги. Вам это не удастся, потому что в суде я запрошу информацию и Тиньков предоставит суду эту информацию. Вот с криптовалютой и с блокчейном такой штуки нет. Пока. И поэтому мы не можем взять какое-то централизованное третье лицо, которое, ну, в этом и весь смысл блокчейна, в том, что это где централизованное хранение. Но вот пока такая проблема. И это на самом деле достаточно грустно. Третье. Ну, сейчас это важно, потому что вдруг вы сфоткаете и потом вы скажете, о, Дмитрий, какую-то ерунду сказал. На сегодняшний день криптовалюту вообще не признают как ценность. То есть, если у вас путем там разбоя, то есть физического причинения вреда заберут, знаете, холодный кошелек, это такая, ну, как флешечка. Ну, это флешка, в которой есть там какие-то у вас деньги. Вы там вставляете его как токен и используете. Ну, не заморачивайтесь сейчас. Вот если у вас заберут эту флешку, а там будет, не знаю, 10 биткоинов, то это 100 тысяч долларов в среднем. Это не важно. Может быть, вот через минуту это дешевле, через минуту дороже. Не суть. Это очень большие деньги. Но российское государство будет считать, что у вас украли не 100 тысяч долларов, а цену флешки. То, у вас украли некий физический объект, но он стоимостью там 370 рублей. И это беда. И в этом вся основная сложность сейчас обращения, инвестирование некого в криптовалюту, в том, что фактически вы инвестируете не с экономической точки зрения в необеспеченные активы. Да, черт с ними, ну, пускай мы считаем, что это классно. То есть, я считаю, что блокчейн, вообще это революционно, это очень крутая технология. То есть, я считаю, что смарт-контракты за этим супер будущее. И я супер верю в это, в том числе, из-за того, что я и технарь, и юрист. Мне кажется, что смарт-контракты это просто прорыв. В принципе, индустрии, и это очень много чего поменяет. Это очень крутая история. Но в нынешний момент, в феврале 2018 года, вкладывать денежные средства в криптовалюту или в ICO, это как дать деньги в долг другу. То есть, вы должны понимать, и Виталик Бутерин об этом говорит, вы должны понимать, что эти деньги вам не вернут. То есть, если вы готовы вложить ту сумму, которую вам деньги не вернут, то ок. Да, можно рвануть, можно выпрыгнуть, можно сделать, ложиться в какие-то монеты, и они выпрыгнут, и там вы хорошо конвертнетесь, приземлите деньги, выведите фиат, и все будет классно. Но важно понимать, что вы эти деньги можете потерять. Потому что с точки зрения Российской Федерации, закон о Российской Федерации, это ничего. И тут есть еще одна классная идея. Например, ICO. Знаете, что такое ICO? Это такой краудфандинг. Я говорю, слушайте, у меня проект, я выпускаю фантики. Фантики в виде Конституции Российской Федерации в схемах. И вы мне даете какие-то деньги, а я вам даю вот эти Конституции Российской Федерации. И потом вы можете эти Конституции Российской Федерации как-то применять. Ну, там, использовать, потом я, может быть, обратно вам деньги верну и так далее. Поэтому, вот, а представьте теперь, как государство смотрит сверху на эту сделку. Вы мне даете деньги, то есть они видят, вот деньги прошли, а обратно им идет ничего. Потому что они не видят вот этот токен. Они не видят, ну, никакие монеты. Это в чистом виде 159-е. Это мошенничество. Это завладение чужими денежными средствами путем обмана и введения в заблуждение. Вообще в чистом виде. Поэтому ICO-проекты сейчас в России, я им строго запрещаю, ну, те, кто обращаются ко мне, строго запрещают принимать фиат, ну, то есть, вот, наличные денежные средства. То есть, криптовалюта на криптовалюту, государство смотрит, сверху вообще ничего не происходит. То есть, если я собираю в эфире, например, в этериуме, как бы, деньги, и меняю их на токены, то для государства вообще нет никаких транзакций. Они смотрят, что вы там делаете, вы там, ну, ничего. Ну, а там, в общем, пресейл проходит просто на все сто. Понятно суть. То есть, реально сейчас юридически никак не обеспечены. То есть, есть сейчас законопроект, который внес Минфин о финансовых, ой, сейчас, о цифровых финансовых активах. В целом, они начинают признавать ценностью, но сейчас судебная практика, есть многое сейчас интересных дел. Есть те, кто пытался долг вернуть криптовалютой, есть те, кто банкротился, все вывел в криптовалюту, и должники говорят, слушайте, у него есть криптовалюта, давайте засунем это в кредитную массу, ну, в его имущество. И суд сказал, мы не знаем, что такое криптовалюта. Он реально все взял и вывел в криптовалюту. И говорит, я банкрот. И вот банкротит, у него нет имущества, но есть криптовалюта. Дражды суд города Москвы буквально решение было 3-4 дня назад. Реально суд не признал это ценностью. Это самая большая проблема. Ну и еще важная штука. Там есть постановление Преима Верховного суда, типа о судебной практике по делам о мошенничестве и присвоении. Вот там написано, что даже если электронные денежные средства у вас воруют, например, с Яндекс кошелька, то это грабеж, мошенничество, присвоение, растрата. Но проблема в том, что криптовалюта не является электронным денежным средством. И это самая большая проблема, потому что с точки зрения закона, в принципе, это ничего. У вас управление ничего. Я на этом заканчиваю. Спасибо вам большое. Было очень приятно. Берегите себя и будьте аккуратны с финансами. Спасибо. Спасибо. У меня заменено, я поменьше, поменьше, поменьше. В общем, мы делаем сейчас с Тиньков журналом, есть такой герой, адвокатч. Мы делаем на Ютубе ролики, которые вот там. Типа его друг Валера попадает во всякие передряги. И сегодня вышел ролик по ICO. Он очень прикольный. Это если вы в Ютубе наберете Дмитрий Гритц, то там будет мой канал, и вы увидите адвокатча ICO. И до этого там есть ролик по потребительскому кредиту. А скоро там будет ролик по найму жилья. И еще и по кошерингу будет ролик. Ну, короче, там прикольные разные ситуации. То есть адвокатчик такой герой, который ходит за всеми вами. И когда вы пытаетесь совершить какую-то глупость, он вас останавливает и говорит, что мне надо делать и как нужно сделать другую работу. Мне кажется, это прикольно. Друзья, давайте еще поздравим Дмитрия с тем, что он защитился недавно. Да, это правда. Хорошо, спасибо. Это колбаски, да? Знаете? Да, вот человек в теме. Да, колбаски от Илюкаева. Ладно, все, спасибо вам большое. Мы уже просто идем. Спасибо.